В студии телеканала «Север» Василий Хтанзейский. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа «Тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненинского автономного округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне». Сегодня в выпуске. Председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа Александр Лутовинов принял участие в работе постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в режиме ВКС. На заседании комиссии по экономической политике и бюджету окружной омбудсмен Герман Сопочкин представил ежегодный доклад об условиях осуществления предпринимательской деятельности в округе. Олег Белак официально вступил в должности главы Наринмара. Он был избран на пост в ходе внеочередной сессии городского совета депутатов и будет руководить муниципалитетом ближайшие пять лет. Председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа Александр Лутовинов принял участие в работе постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Заседание состоялось на базе законодательного собрания Санкт-Петербурга в режиме видеоконференц-связи. В мероприятии участвовали парламентарии из Ленинградской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Калининградской областей Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелия Ненинского автономного округа. В ходе заседания участники обсудили законодательные инициативы и концепции изменений в федеральное законодательство, в частности, в Кодекс о административных правонарушениях Российской Федерации, закон о охране атмосферного воздуха, о связи, о рекламе, о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов обратил внимание на проект обращения федеральной органы власти, подготовленный коллегами из Вологодской области. Он касается закрепления на федеральном уровне альтернативного способа реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предлагается предоставлять указанной категории граждан жилищный сертификат на приобретение жилых помещений, тем самым установив право выбора сирот между фактическим обеспечением жильём или получением жилищного сертификата. В настоящее время данным категориям граждан предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договору найма в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как показывает практика, дети-сироты не всегда могут получить жильё в собственность сразу по достижению 18 лет. Вместо этого им предоставляются благоустроенные жилые помещения по договору специализированного найма на 5 лет с возможностью продления пользования жилым помещением на тот же срок. Таким образом, дети-сироты фактически не могут распорядиться предоставленным жильём. Как отметил Александр Лутовинов, на уровне нашего региона такой механизм в скором времени получит практическое воплощение. Этот вопрос вынесен на ближайшую сессию собрания депутатов. Соответствующий законопроект предлагается предоставить за счёт средств окружного бюджета гражданам, достигшим возраста 23 лет, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дополнительную меру социальной поддержки в виде сертификата на приобретение в собственность жилого помещения на территории Российской Федерации. Олег Белак официально вступил в должность главы Наринмара. Торжественная церемония состоялась в администрации города. Напомню, Олег Белак был избран в ходе внеочередной сессии Городского совета депутатов и будет руководить муниципалитетом ближайшие пять лет. На пост главы Наринмара Олег Белак был избран 8 февраля текущего года по истечению первого срока. Тогда большинство депутатов решили, администрация города сегодня на правильном пути и выполнять поставленные задачи может эффективно. В ходе внеочередной сессии Городского совета задействующего градоначальника проголосовали 11 депутатов. Один против. Согласно решению Городского совета номер 304 депутатами принято решение избрать главой муниципального образования городской округ город Наринмар Белака Олега Ануфревича. Приветственный адрес от имени губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного озвучил заместитель главы региона Андрей Блащинский. Вы давно успешно работаете в управленческой команде региона, поэтому поддержка вашей кандидатуры депутатским корпусом городского округа – это свидетельство высокой оценки вашей деятельности, доверия коллег и горожан. Уверен, что знания, специфики веренной вам территории, профессиональный и политический опыт, а также стремление работать на благо людей в полной мере будут востребованы на этом ответственном посту. Поздравления и напутствия в адрес избранного мэра также прозвучали от представителей различных органов власти Ненецкого округа. Искренне рады, что депутаты городского совета по достоинству оценили вашу деятельность на благо города и его жителей, избрав вас главой Наринмара уже во второй раз. Это высокая оценка вашей работы и профессионального подхода к делу, глубокого знания проблем города и умения добиваться поставленных целей. На свой первый пост глава Наринмара Олег Белак был избран 8 февраля 2017 года. За пять лет в городской администрации, в муниципальных учреждениях и предприятиях сформировалась эффективная команда. Ну, сам Наринмар стал чище, краше. Это замещают все вокруг, и жители, и гости города. Поэтому огромное спасибо, в том числе, и глава города. Я здесь родилась, и наш город, конечно, с каждым годом расцветает, и все становится краше. И вот мои даже подруги, которые вот уехали отсюда, вот сейчас приехала подруга, и вообще просто наш город не узнаваем. Даже я сама, вот живя здесь, не выезжая, езжу по новым новостройкам, просто радуюсь, что действительно наш город расцветает. Произнося присягу, Олег Белак поклялся с достоинством и честью осуществлять полномочия главы города, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. После инаугурации, которая состоялась в актовом зале мэрии, Олег Белак озвучил приоритетное направление деятельности на ближайшие пять лет. В их числе вопросы коммунальной сферы, вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объединенных котельных и тепловых сетей и благоустройства города. Мы продолжим формирование городской среды, уже понимая, что нам в городе нужны, допустим, те же самые парковки. Мы, к сожалению, не успели в прошлом году закончить большие мероприятия по замене детских выгородных площадок. У нас огромные планы по озеленению города. Мы так пока что и не решили вопрос ни с благоустройством Смедовича, восстановлением его. То есть вопросов на самом деле много, и от жителей вопросов очень много. Это вопросы социальной очереди, которая у нас за пять лет сдвинулась его на несколько квартир, и то только за счет муниципального фонда, который мы перераспределяли. Напомним, главу городского округа выбирали непрямым голосованием избирателей, а советом депутатов уже во второй раз из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Полномочия мэра Олег Белак будет исполнять в течение пяти лет. На заседании постоянной комиссии по социальной политике в региональном парламенте рассмотрели законопроект, разработанный прокуратурой Ненецкого автономного округа по распоряжению части средств окружного материнского капитала. Окружном материнский семейный капитал могут оформить родители после появления третьего и последующего ребенка. Материнский капитал можно расходовать по 11 направлениям. Среди них получение ребенком платных медицинских услуг или санаторно-курортного лечения, или реабилитационное лечение, получение ребенком образования или улучшение жилищных условий. Согласно действующей норме окружного закона, если на остатках окружного материнского капитала порядка 10 тысяч рублей, то средства можно получить на потребительские нужды без подтверждения расхода. Также окружным законом предусмотрено право на единовременную выплату за счет средств окружного материнского капитала в размере 30 тысяч рублей. Вместе с тем, на практике возникают случаи, когда размер остатка средств окружного материнского капитала составляет менее 30 тысяч рублей, но превышает сумму 10 тысяч рублей, что не позволяет родителям воспользоваться такой единовременной выплатой. В этой связи предлагается предусмотреть право на единовременную выплату в размере фактического остатка средств окружного материнского капитала в случаях, когда размер остатка составляет менее 30 тысяч рублей, но превышает сумму в 10 тысяч рублей. Депутаты единогласно поддержали предложение представителей прокуратуры ТНК. Законопроект рекомендован на сессии в двух чтениях. Поддержку малого и среднего бизнеса обсудили в собрании депутатов. На заседании комиссии по экономической политике и бюджету окружной омбудсмен Герман Сопочкин представил ежегодный доклад об условиях осуществления предпринимательской деятельности в округе. Согласно сведениям единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России, на территории Неницкого автономного округа численность субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более 1600. Из них 1177 индивидуальные предприниматели, 434 юридические лица. Среднесписочная численность работников, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства в округе, составила в 2021 году 4688 человек, что на 20% превышает показатель 2020 года. Малый и средний бизнес Неницкого автономного округа обеспечивает работой почти 20% трудоспособного населения региона. Герман Сопочкин пояснил, что рост численности объясняется тем, что предприниматели вывели из тени значительное количество своих работников, чтобы максимально получить государственную поддержку, размер которой привязан к численности, а также для соблюдения условий для списания неврозвратных кредитов, выданных в качестве мер поддержки предпринимательства. Росту официальной численности также способствовало снижению страховых взносов с 30% до 15% с апреля 2020 года с сумм, повышающих минимальный размер оплаты труда и более благоприятный налоговый режим. Определенное влияние на общую статистику количества субъектов предпринимательской деятельности оказал тот факт, что на территории округа с 1 января 2020 года начал действовать эксперимент по установлению специального налогового режима – налог на профессиональный доход. И появился фактически новый вид хозяйствующих субъектов – самозанятые граждане. На 1 января 2022 года на учете в качестве плательщиков налога на профессиональный доход составило 845 физических лиц. За 2021 год в адрес уполновоченного поступило 333 обращения, в том числе 312 обращений, содержащих просьбу о разъяснении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и оказании помощи в подготовке процессуальных документов, а также 21 жалоба. Поступала жалоба медальному предпринимателю на требования департамента финансов, экономики, клинического автономного округа о возврате субсидии. Здесь мы выходили в защиту прав бизнеса в суд, то есть представляли интересы бизнеса в суде в защиту его прав. По результатам рассмотрения арбитражный суд признал недействительным требование о возврате субсидии. Это было связано с тем, что предприниматель не исполнил условия предоставления субсидии в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. И в силу гражданского кодекса эти лица не освобождаются от ответственности. Права были защищены и требования были в признании закона. Далее была жалоба на действия заказчика КУС Северного Заполярного района, а также уполномоченного органа управления муниципальной имущества администрации района. Это связано было с установлением в документациях и изучениях управления торгов неэффективных условий. И предприниматели ввели в заблуждение и вынуждены были работать с собой в убыток. В результате рассмотрения жалобы мы направили информацию в Департамент внутреннего контроля и надзора с целью проведения проверки. Факт нарушения был подтвержден и впоследствии муниципальный контракт был расторгнут добровольно. Также в ходе рассмотрения жалобы не установлено, что в администрации Заполярного района отсутствует орган по контролю в сфере закупок. Нам было сделано предложение об определении этого органа в администрации Заполярного района. Далее было жалоба на действия органов муниципального контроля по выдаче предписания об устранении нарушений правил и норм благоустройства. Также мы подготовили операционные документы. И это требование было признано незаконным, недействительным арбитражным судом Архангельской области. Также мы защищали права предпринимателей семейно-родовой общины коренных муниципальных народов севера. К нам обратилась община. Ситуация была в следующем, что ее пытались привлечь к административной ответственности. По протоколу государственной инспекции по труду в Архангельской области. В ходе рассмотрения жалоб мы также установили нарушение прав семейно-родовой общины на защиту. Было выявлено, что государственная инспекция по труду, мне кажется, не то что подлог, она предоставила не те документы для суда, то есть извещение. Там какая суть была о том, что община не была извещена надежащим образом в составлении протокола, но в материалах, которые были переданы в мировой суд, это извещение содержалось. Хотя там документы были за одним и тем же номером, но с разным содержанием. Мы по этому поводу здесь было прекращено административное производство. Мы по этому поводу направили информацию в прокуратуру с целью проведения проверки. И в адрес руководителя государственной инспекции по труду было вынесено представление акта русского реагирования. Далее к нам обращались группа предпринимателей на действия фонда содействия реформирования ЖКХ Нинского автономного округа, которые не являются платежиками НДС. И при формировании конкурсной документации, а также проектов договоров на выполнение капитального ремонта, фонд нарушал права бизнеса и заставлял их своего рода уменьшать уже цену контракта еще на 20%. То есть, в связи с тем, что они являются платежиками налога на добавленную стоимость. Здесь совместно с прокуратурой мы отрабатывали этот вопрос. Был в адрес фонда внесен акт прокурорского реагирования об недопустимости нарушения права бизнеса. Это так было обжалован в арбитражный суд. Мы принимали... Я принимал также участие в арбитражном суде в качестве третьего лица. И по решению суда этот акт прокурорского реагирования был призван судом закон. То есть, в настоящее время документация о проведении торгов на выполнение домов, на капитальный ремонт домов уже не нарушает права предпринимателей и не влекут уменьшение цены договоров на 20%, исходя из того, что предприниматели не являются платежиками НДС. Наибольшее количество вопросов связано с оказанием государственной поддержки. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется посредством реализации государственных и муниципальных программ в сфере развития малого и среднего предпринимательства. В 2021 году администрация города Наринмара оказала финансовую поддержку предпринимателям на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. В рамках реализации госпрограммы развития инвестиционной деятельности предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе оказана финансовая поддержка бизнесу на общую сумму порядка 15 миллионов рублей. На уровне субъекта оказывается большая помощь и поддержка. В 2015 году у нас был принят закон, в котором предусмотрена нулевая ставка для начинающих предпринимателей. С 21 января 2020 года у нас изменена ставка по УСН, и она, наверное, одна из самых низких по всем регионам России. Затем также у нас оказывается помощь и поддержка в части предоставления субсидий при приобретении оборудования. Это необходимо в условиях Крайнего Севера. Затем также у нас есть микрозаймы, которые предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства. Для реализации микрофинансовой поддержки в округе функционирует фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа. Линейка продуктов представлена девятью видами микрозаймов. Старт, сельский бизнес, инвест, новотех, бизнес-оборот, надоверие, коммерческая недвижимость, северный завоз и рефинансирование. Собрание депутатов выходило на федеральный уровень с поддержкой малого среднего предпринимательства в части снижения страховых взносов. Практически семь лет мы проводили эту работу. И когда началась эпидемия, президентам было объявлено о том, что для малого и среднего предпринимательства страховые взносы снижаются почти на 50%. Сейчас мы понимаем, что необходимо, мы же живем в условиях Крайнего Севера, и также возложено на СМП, на малый и средний бизнес, чтобы они оплачивали годный проезд, оплачивали дополнительные 28 дней к отпуску, но они также облагаются страховыми взносами. И у нас также есть обращение в правительство о том, чтобы вот эти ставки были снижены. Затем, учитывая то, что мы проживаем в арктических условиях Крайнего Севера, мы бы хотели, чтобы увеличенные субъекты были для резидентов, увеличено количество резидентов в Арктике. Необходимо, чтобы был проработан вопрос по снижению ставок по отходам. Затем, необходимо также предусмотреть, что у нас микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, которые функционируют на территории сельских поселений. А для того, чтобы получить микрозайм, необходимо, чтобы были предоставлены залог. В залог предоставляется это имущество, но у них на самом деле нет такого имущества, как в городе. Необходимо также закладывать, как раньше было. Предоставляли кредиты тогда государственные в 90-е годы. Это предложение депутатов, чтобы могли принимать залог и товары, которые имеются у них в наличии. Также председатель комиссии по экономической политике и бюджету собрания депутатов отметила, что необходимо усилить работу по поддержке предпринимательства на селе. На сегодняшний день получатели 95% субсидий являются представители городского предпринимательского сообщества. Вопросы развития системы образования оленеводов в Ненецком автономном округе обсудили на заседании профильной комиссии собрания депутатов. Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова в июне прошлого года выпустил первых квалифицированных оленеводов-механизаторов. Во время обучения выпускники успешно освоили следующие виды профессиональной деятельности. Продуктивное разведение оленей, производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства, изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжения оленеводства, эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств, выполнение работ по профессии водитель мототранспортных средств. Практическая подготовка обучающихся составила 68% от общего количества часов учебного плана по профессии. Студенты проходили практику в СПК Ненецкого округа. По результатам обучения 18 выпускникам присвоена квалификация оленевод-водитель мототранспортных средств с получением дополнительных свидетельств о прохождении обучения различным категориям водителей транспортных средств. В 2019 году четверо обучающихся представили Ненецкий округ на втором международном чемпионате профессионального мастерства Arctic Skills в городе Дудинка Красноярского края. Важным критерием отбора участников стала высокая профессиональная мотивация, значительный практический опыт работы в тундре и проживания в сельской местности. В двух конкурсных заданиях студенты показали лучший результат и высокий профессионализм. Плетение тензея и приготовление блюда из северной рыбы. Из 18 выпускников всего трудоустроено 8 человек, 7 из которых по полученной профессии. 4 человека проходят службу в армии, 6 человек занимаются самостоятельным поиском работы. Председатель комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов севера. Экологии и природопользованию вице-спикер Матвей Чупров отметил, что результаты обучения есть. Ребята не просто получили специальность, но и пошли работать в оленеводство. В то же время надо развивать и другие направления. Повышать уровень квалификации оленеводов, давать новые знания по ветеринарии, медицине, зоотехнической работе, готовить специалистов по другим специальностям в оленеводческие хозяйства. По итогам рассмотрения вопроса депутаты рекомендовали администрации округа обсудить предложения по развитию системы образования оленеводов. Вопросы развития оленеводства будут обсуждаться на 7 съезде оленеводов Ненецкого округа 23 марта 2022 года. С приветственным словом на церемонии открытия к участникам «Лыжни России» обратился спикер окружного парламента Александр Лутовинов. Он также дал старт одному из забегов. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022» в Ненецком автономном округе в этом году собрала более 300 участников. На лыжероллерной трассе на Ринмаро встретились любители зимнего спорта всех возрастов – от малышей до школьников до опытных спортсменов. Главное, этот праздник мы делаем друг другу, потому что мы сегодня заряжаемся энергией, хорошим настроением, оптимизмом, бодростью. И мы сегодня очень рады, что сегодня здесь, на лыжне, будут представители старшего поколения, те, кто сегодня покажет высокие результаты. И самое главное – наши смены, которые здесь выстроились и которые будут будущими чемпионами. Первыми на лыжню вышли самые юные участники соревнований на дистанции 500 метров. Старты в этой подгруппе дали глава региона и спикер регионального парламента. Для учеников начальной школы девочек и мальчиков от 8 до 10 лет длина трассы уже километр. Наибольшую дистанцию – 10 километров – преодолели мужчины и женщины 2003 года рождения и старше. В этом году в «Лыжне России» приняло участие много детей до 12 лет. В гонке участвовали и целыми семьями. Так двойняшки Захар и Злата Каневы заняли третье место в своих забегах. Я приехала третье. Это было очень сложно. Я когда лыжи снимала, я задохнулась. Я занял третье место. Я ехал, ехал, потом упала, потом собрал все свои силы и поехал до фиша. Юные спортсмены поделились своими впечатлениями о соревнованиях. Для многих это была первая гонка. И, возможно, именно с «Лыжни России» начинается новая история великих спортсменов. Я рада, что я выиграла. Я оглянуться не успела, как приехала. Для меня, мне кажется, что это для меня слишком мало. У меня веселое настроение, погода нормальная, ну, волнительная, конечно, чуть-чуть. Сейчас будем ехать один километр и, ну, волнительно, так сказать. Ну, это было не так просто. Мы начинали болеть ноги, но вытерпела, доехала. Я на лыжную секцию хожу. Для нас пока первый раз главное участие, да? Лилия Зименкова занимается лыжным спортом уже шесть лет. С самого детства девочка с лыжами на тым. И на воскресную гонку ее пришли поддержать родители. «Главное, что нравится. У нас здесь в округе очень хорошие тренера. Поэтому присоединяйтесь все». Для Лилии Зименкова эта гонка была сложнее остальных. Ведь в этом году она выступала в новой для себя возрастной категории с ребятами постарше. «Возрастная категория у нас, значит, 11-12 лет. Ну, это ничего страшного. Но наш земляк Александр Терентьев тоже участвовал на соревнованиях и выигрывал именитых чемпионов мира. Хотя он гораздо младше того же клэба». Родители приводят своих детей познакомиться с атмосферой гонок и почувствовать соревновательный дух. Так шестилетний Саша Тихонравов впервые пришел на гонку с мамой и уже настроен на победу. «Я хочу победить». «У нас папа занимается с сыном. Они по выходным при возможности ходят, гуляют по Печоре». Взрослые тоже не отстают от малышей и участвуют в «Лыжне России». Марина Дуркина в дистанции 10 километров пришла первой среди женщин. «Все хорошо, все замечательно. Катило все очень хорошо. Спасибо папе. Мы тренируемся. Раньше занималась более-менее так полупрофессионально. Поэтому все для удовольствия, для радости». Лыжня «Россия» – это самая масштабная лыжная гонка в России. В мероприятии традиционно принимают участие как любители лыжного спорта, так и профессиональные спортсмены. Россия – зимняя страна. Поэтому лыжи всегда считались одним из главных видов спортивного досуга и профессиональных достижений. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова